Саша Рябкин родился с гемофилией. У него самая тяжелая форма, когда вещества необходимого для свертываемости крови всего 1%. Любой синяк или царапина для мальчика несколько недель тяжелой болезни. В последний раз остановить кровь не могли 2 месяца. 14 дней ребенок провел в медикаментозном сне. Закончились уколы, врачи говорили, готовьтесь ко всему. Ребенок был в очень тяжелом состоянии, тяжелейшем. Делали пластину, наращивали на зуб, чтобы не смыкалась челюсть у него. Ну, с божьей помощью остановилась через 2 месяца кровь у него. Чтобы болезнь протекала легче и ранки и синяки не вызывали кровоизлияние, нужна постоянная профилактика, говорят врачи. Каждую неделю необходимо вкалывать препарат, содержащий 8-й фактор. Это элемент крови, обеспечивающий свертываемость. Одна ампула стоит 2500 гривен. Есть показания для использования препарата, в частности иммуната, с профилактической целью. Но это довольно-таки высокие дозы препарата требуются. В неделю 2 раза введение внутривенной иммуната в дозе 500 международных единиц. В Макеевке 6 таких детей сообщают в городском педиатрическом объединении. Их возраст от 2 до 15 лет. Раньше врачи не могли помочь им даже в период обострения. Денег на лекарства никто не выделял. Но в 2008 году средства получили от города. За 9 месяцев этого текущего года мы закупили иммуната на 123 470 гривен. Это получается 52 флакона. У Саши Рябкина самая тяжелая форма гемофилии, говорят врачи. На его лечение использовали половину препарата, купленного города. Для проведения профилактики только одного ребенка нужно почти 300 тысяч гривен в год. Таких денег город выделить не может. Детей больных гемофилией в регионе 51, говорят в областной администрации. Государство выделяет деньги на треть необходимого для малышей препарата. Область по закону параллельно с Киевом средства перечислять не может. Поэтому с просьбой обратились к городам и районам. Отозвались 4. Горловка, Макеевка, Донецк и Волновахский район. В последнем обеспечили малышам полностью и лечение, и профилактику. Если мы не полностью получим все те заявленные препараты на 2010 год, и наша заявка не будет удовлетворена, мы будем ходатайствовать о разработке программы для областной. Потому что ситуация действительно очень серьезная, но сумма получится катастрофически большая. Родители Саши Рябкина за дорогими препаратами ездят в Россию. Им уже помогали и в мэрии, и в областной администрации. Но лекарства, купленные за эти деньги, давно закончились. Они обращаются за помощью ко всем жителям города и области. Вот реквизиции для осуществления взносов. Текущий счет 26 20 22 94 393 900. Карточный 26 25 40 03 53 45 55 в Укрсиббанке. Телефон Сашиной мамы Марии и Луизы 099 446 53 90. В России и Грузии, Западной Европе и Америке есть социальные программы для таких детей, рассказывают врачи. Там препараты для профилактики и лечения выдаются родителям. 9-10 ампул в месяц. Украинские же семьи, где есть эта проблема, чтобы спасти малышей, часто выезжают на постоянное место жительства в соседние государства. Оксана Витер, Алексей Костюк, Панорама.